Продолжение следует... Снова с вами Домашняя Кулинария. Сегодня я вам покажу мой рецепт, мой вариант приготовления торта брауни, для которого нам пригодится. Мы сначала с вами приготовим бисквит из 4 яиц и к нему добавим глазурь, которую мы должны будем растопить. Вот у меня такая глазурь в виде монеток. Она бывает также в виде капелек, в виде драже. Я рецепт напишу в описании нашего ролика. Для начала я должна буду нашу глазурь растопить со 100 граммами масла в микроволновке или на водяной бане и отдельно приготовить бисквит из 4 яиц. То есть я сейчас белки буду отделять от желтков, взбивать с сахаром, смешаю с мукой. У нас получится хороший бисквит, которому мы добавим нашу растопленную глазурь. Здесь у меня также есть разрыхлитель, можно взять пищевую соду. Но для этого мы начинаем. Вот я нашу глазурь сейчас вместе с маслом отправляю растопиться. А здесь я покажу, как я буду готовить наш бисквит. Вот так вот я буду отделять белки от желтков и взбивать их с сахаром. Вот я разделила белки от желтков и буду взбивать сначала на медленной скорости до мягких пиков, а потом с постепенным добавлением сахара, увеличивая скорость, буду взбивать до твердых пиков. Ну вот взбили мы приблизительно вот так вот. Вот держатся прям наши белки. И по одному добавляю желтки. Буду взбивать. Вот так вот взбила я мой будущий бисквит брауни. Теперь вот я вам покажу. Вот так вот я на водяной бане растопила нашу глазурь. Я должна буду ее смешать с нашим тестом. Будущий брауни. Ну а потом добавлю вот так вот. А потом добавлю муку. Сейчас также я добавляю разрыхлитель. Все это перемешаю. Ну вот, а теперь здесь просеянные на 4 яйца. Я беру 4 столовые ложки сахара и 4 столовые ложки муки. Вот у меня просеянные 4 столовые ложки муки. Я сейчас смешаю с нашим тестом. И наше брауни готово. Сильно смешивать мы не будем. Вот так вот чуть-чуть. И все, наше брауни готово. Сейчас я возьму мою форму. Вот у меня кондитерская форма. Я ее покрыла пекарской бумагой. И сейчас я помещаю наше тесто в форму. В нашу форму. И печем наше брауни. Сейчас все тесто я помещаю в форму. И буду печь при температуре 180 градусов приблизительно 25-30 минут. Это надо смотреть по духовке. И смотреть по деревянной шпажке или зубочистке, чтобы она была сухой. Сейчас я распределю. Мы поместили нашу форму. Сейчас мы посылаем в духовку. Будем печь при температуре 180 градусов приблизительно 25-30 минут. Смотрите по духовке. И я покажу, что у нас получилось. Вот тут у нас сегодня получился. Я его оставлю остыть. А потом покрою глазурью. Вот у меня глазурь в сотейнике. Я ее приготовила. Можно также из наших вот этих шоколадных капелек просто растопить их на водяной бане или микроволновке. А можно также приготовить их самим. Ну я так скажу, она из 4 столовых ложек какао, 4 столовые ложки сахара, 4 столовые ложки воды или молока. Ну и 20-30 грамм буквально масла. И все. Масло мы добавляем в конце, после того, как он у нас приготовится. Мешать металлической ложкой нежелательно. Можно работать вот деревянной ложкой. Теперь я подожду, пока он у меня остынет. Я буквально вот так вот ножичком его отделю от краев. Переложу я сейчас в удобную мне посуду и покажу, как он будет у меня выглядеть. Я перенесла его на мой маленький поднос. Убираю бумагу. Можно прямо на этой стороне покрывать его глазурью, а можно его перевернуть. Ну вот давайте мы его перевернем. И покрываем нашей глазурью. Это самый шоколадный торт из всех шоколадных тортов. Это брауни. Вот так мы его покроем. Потом я его разрежу и покажу, как он выглядит на срезе. Вот так вот я его сейчас покажу. Такой торт брауни у нас сегодня с вами получился. Я обязательно покажу, как он выглядит на срезе. Я надеюсь, вам понравился мой рецепт. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. С вами была ваша домашняя кулинария. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok